Приветствую вас! Значит, давайте начнем мы с вами с самого начала. Вы человек верующий, я понял. Верите в Бога и так далее. Соответственно, если вы верите в Бога, то, быть может, вам имеет смысл к Богу и обратиться. То есть, я хочу сказать, что если вы верите в Бога, то сходите на исповедь и поверитесь. Ну, батюшке, например. Вот. Он вас послушает, слово Божье скажет. И поможет вам найти путь свой. Потому что, если человек верит, то верит так, что, вот как вы. человек пишет про это публично, что понятно, что человек верующий, то я думаю, что с ним должен разговаривать, собственно, наставник этой веры. Так человек сможет получить всю необходимую ему помощь. Ну, опять же, повторяю, это только мое мнение, что вам нужно обратиться вот к священнику. Второе. Ваш муж, значит, который вас не уменьшает. Мы с ним вообще не разговариваем. Ну, давайте так. Как давно это началось? Как давно началось то, что вы с ним не разговариваете? Ну, вы же как-то познакомились, вы же как-то встречаться начали, вы же как-то концов поженились, ребенка даже завели. Значит, когда-то все было по-другому. Правильно? Так что, когда-то все было иначе. Вот и вопрос к вам у меня. А в какого момента все пошло наперекосяк? В какого момента все пошло не так, как хотелось бы вам? Это первое. Ну, это вот так поймали. Далее. Смотрите. Мужчина вас не замечает и не замечает то, что вы делаете. Да? Значит, вы его не привлекаете. Если вы его не привлекаете, то получается, что с вами он не чувствует себя мужчиной. Если он с вами не чувствует себя мужчиной, значит, у этого есть основание. и вот то, что меня интересует, лично меня, это то, почему он не чувствует себя с вами мужчиной. То есть, получается, раньше чувствовал, а потом перестал. этот страх странно и подтверждает мою цифру о том, что что-то изменилось, что-то изменилось, что-то, значит, ну, что-то стало по-другому между между вами и, соответственно, это и привело в итоге к тому, что у вас возникла такая вот проблема. Ладно, что еще раз. Вам нужно понять, какой ваш муж? Какой он мужчина? Вот, в принципе, какой он мужчина? Что он себя представляет как мужчина? какие женщины ему нравятся? Какая модель женского поведения его устраивает? Чем? После этого попробуйте подумать, подумать о том, что можете ли вы без вреда себе дать ему то, чего он хочет? То есть, можете ли вы позволить ему подчеркивать себя с вами мужчиной? так смотрите ли вы стать для него той женщиной? Да? Которая ну позволит ему подчеркивать себя мужчиной? И, соответственно, если да, то старайтесь быть ею. если нет, то лучше сразу разводите сам вы вредите не только себе, но и ребенку. И ребенку вы вредите гораздо сильнее, чем себе. значит, вторая следующий момент. Это момент освещенный вашей потребности в эмоциях. И как бы ни предначально это звучало, но это проблема самооценки. то есть без других людей, без оценки других людей, без взглядов других людей, вы чувствуете себя хуже. или вообще никак не чувствуете себя. Вам плохо? Плохо. Это как вопрос. А поскольку вас в детстве родители очень сильно любили, то получается, что именно родители вас воспитали так, что вам необходима постоянная любовь. Проявление любви. И если вы ее не получаете, так, вы сразу чувствуете себя неуверенно. Нужно вырабатывать уверенность вне зависимости от того, с кем вы, почему вы и так далее. Потому что нельзя, надеюсь, вы понимаете, нельзя зависеть от других людей в оценке себя. А может другие люди будут использовать эту вашу слабость для своих целей, для своих целей, для своих выгодов. выгод. Понимаете, да, о чем мне это речь? Дальше. Дальше ситуация следующее. Вы говорите, что мой муж не замечает того, что я делаю для него. Я там стараюсь, готовлю, себя в форме держу и так далее, да? Ваш вкус незамечабель. Вот знаете, так и хочется сказать вашему мужу, прям, знаете, ай-яй-яй, ай-яй-яй, вот нельзя так. Но к вам, к вам вопрос у меня другой. Вы для чего делаете это все? Подготовите, обираете, балуете мужа и так далее. Вы сами для чего это делаете? Для мужа или для себя? Как вы делаете для того, чтобы ваш муж это заметил и вас оценил, похвалил, грубо говоря? Или вы делаете это все-таки для себя? Например, неужели вы заботитесь о себе, поддерживаете себя в форме, не для себя, а для мужа, чтобы муж остынул? Ну, вам возникает вопрос, а вам-то самой вообще что нужно? важно? Вы то сами чего хотите? Вам-то самой что важно? Вам-то самой что ценно? есть есть какой-то, например, нижний порог того, что вы ну, будете делать, либо не будете делать, если это не нужно будет, например, вашему мужу, допустим. Понимаете, да? О чем идет прежде? То есть, вот это вот такой важный момент, на мой взгляд, который необходимо вам разобрать самой для себя для начала то есть где во всем этом вы все во всем этом ваше желание понимаете, да? все во всем этом ваши потребности вот соответственно после того, как вы себе на эти вопросы ответите ну, должны потихонечку потихонечку понимать, что нужно именно вам, что вы будете делать в любом случае всегда, просто для себя, а не для других и вам будет легче потому что вы уже не так сильно будете нуждаться все в оценке другими людьми там это в оценке другими людьми вы нуждаетесь пока пока вот вы все делаете для других логично если вы все делаете для других то в то и соответственно вы нуждаетесь в оценке других вот это логично на мой взгляд ну то есть было бы странно если бы как-то иначе было бы да? надеюсь что вы это понимаете вот вот так вот далее а далее значит то что хочу вам сказать по поводу любовников ну во-первых наличие любовника для вас это естественно конечно потому что ну все-таки у вас у вас эмоциональное голодание получается а раз эмоциональное голодание значит ну будет кто-то ммм кто давал бы вам то чего муж не дает ну не дает не хочет давать не может дать да-да это не особо бывает только этот любовник с которого вы не можете он ведь лучше только на фоне на фоне вашего мужа он лучше будет в другом случае ну в любом другом обстоятельстве он может быть вам и даром будет не нужен то есть вы пытаетесь подумать немножечко о таком моменте ээээ что вот мужчина любовник ээээ он просто дает вам то чего вам не хватает и все по большому все и то что вы без него не можете понимаете замещение одного други ну а так любовник скорее всего вас использует так же как и возможно использует муж и соответственно любовника стоит воспринимать как средство но не стоит воспринимать как это серьезное иначе опять же вы будете страдать иначе опять же вам будет плохо вот теперь дальше момент 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 связанный с совместимостью сексуальной так значит есть еще одна проблема у нас нет совместимости сексуальности я это знал изначально думал это не столь важно но другим меня заинтересовал а теперь мне разонравился да он дает надежность но любви чуть нет они испарились смириться пыталась но это очень трудно мой или крест мой по жизни тут пытались какая-то апелляция идёт к Богу значит смотрите как что вообще вы вкладываете в понятие сексуальная несовместимость если можно вот если можно то как-то поподробнее раскройте это потому что как-то вот знаете непонятно совершенно то есть то есть сексуальная несовместимость это как ребенка то вы завели ребенка то вы начать могли значит в этом плане сексуальной несовместимости все в порядке или или как с иваном проявляется или вы имейте ввиду что мучь вас не хочет так дело не в этом дело не в эс 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 а в том что вы для него не женщина ну он не чувствует что вы э э женщин. И все. Отсюда проблемы. Делали несовместимость. Далее, вы говорите о том, что знали об этом, знали о том, что у вас есть несовместимость, но думали, что это не важно. Нет, ну, вообще кажется, конечно, не важно, да. Так-то я с вами соглашусь, пожалуй. Но момент в другом немного. Если вы знали, что у вас несовместимость, то зачем тогда вступать с ним в ваш небес? То есть, понимаете, как, да-да, он привлек вас там интеллектом, да, он привлек вас там руководствованием, значит, так далее. Но. Но. Попребности человека никто не отменял. А вы почему-то взяли и эти попребности отменили получать. Просто сказали, нет, я не буду и все. И возникает вопрос, с чем вы руководствовались? Когда? Тогда. С чем вы руководствовались и, соответственно, как это проявляется все-таки? Несовместимость-то ваш сексуально. Дальше. Вот вы говорите о картошке, биоматериалом, что это, что вы вкладываете в это понятие биоматериала? Родственниками? Как он вас к родственникам привлечит? Вот это пояснить, пояснить. Сейчас все изменилось, но мне нравится. Он вам нравится, потому что не дает вам то, что вы хотите. Да? Поправьте меня, если я ошибаюсь. Он не дает вам то, что вы хотите. Вам нужны эмоции, вам нужны чувства, а он вам этого не дает. И опять же, связано с тем, что он, ну, как бы, он чувствует, что вы в нем, он чувствует, что вы нуждаетесь в нем. А ему это не очень приятно, потому что он чувствует себя, знаете как, должен. Он не чувствует, что рядом с ним, ну, как бы, партнер. Он не чувствует, что рядом с ним женщина, которая уважает себя. Это даже человек, вот вы, который уважает себя только в том случае, если вас уважают другие. А сами по себе, а вы себя не уважаете. И я думаю, что это вот и есть основная проблема ваша. Что вы думаете о себе? Какая вы? Что вам нравится? Что вы увлекаетесь? Почему вы только сидите дома и ничего не делаете? Значит, ни хобби, ни друзей, ничего. Далее. Значит, ну, если я мужчина такой умный, то, очевидно, что, ну, ему может быть с вами неинтересно. Банально. Соответственно, выникает вопрос тогда. А что между вами общего вообще? Как вы знакомились? Как вы стали вместе быть? Что вас свело? И так далее. Вот это вот такие тоже довольно важные моменты, на которые вам нужно обязательно ответить. О которых вам нужно подумать. Потому что, ну, если, если у вас что-то общее было, будем, изначально, да, то оно никуда не делось. А если его не было, то тогда, главное не думать либо в сторону отделения его интересов, либо привлечения его к своим, то есть созданием фундамента общего для отношений. Либо развода, но не на любовников. Такой согласия, который вас, скорее всего, просто использует. Вот. Уверен, что вы достойны большего. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...